В последнее время, господа, ведутся многочисленные разговоры о так называемой цифровой экономике, блокчейне, криптовалютах. Но вот складывается устойчивое впечатление, что многие не понимают, о чем идет речь. Мы предметно изучили вопрос, подробности в специальном репортаже Марии Ваткиной. Чемоданные договоренности скоро могут кануть в лету. В России идет активная работа по созданию крипторубля. В экспертном сообществе его уже прозвали палачом коррупционных схем. В крипторублях нельзя будет сделать откат застройщику, отблагодарить чиновника и задобрить полицейского. Если наличный рубль полигаменный может ходить из рук в руки, меняя хозяина как перчатки, то его цифровой потомок отличается привязанностью. Он запоминает каждого, кто им когда-либо владел. Помогает ему в этом новейшая технология блокчейн, на которую специалисты возлагают большие надежды. Дело в том, что наличные отличались от того, что у нас с вами внутри банков хранится, в том, что это специальная купюра, выпущенная Центральным банком Российской Федерации. На ней есть водяные знаки, на ней есть номер. И эта конкретная купюра, она была, например, выдана мне в качестве оплаты моего пруда. И вот я ее уже мог отнести в банк. Если она у меня лежит в кошельке, я хочу ей расплатиться, то вот ее цифровая копия, цифровая купюра, она может быть выпущена, до этого не было такой технологии, может быть выпущена по аналогии с криптовалютами на технологии блокчейн. То есть Центробанк выпускает цифровые наличные, которым ведет учет. И у нас с вами появляется цифровой рубль, который нельзя ни поделать, ни украсть. Все транзакции по нему видны органам мониторинга и контроля. Это удобно, это дешево и это гораздо более перспективно, потому что все транзакции будут происходить мгновенно и практически бесплатно. Эксперты уверены, криптобудущее не за горами. Можно как угодно относиться к цифровым валютам, но с тем, что они обосновались на рынке всерьез и надолго, не согласиться нельзя. И здесь важно создать свою национальную криптовалюту, которая будет контролироваться российским государством. Криптовалюта, как вы к ней бы ни относились, это кровь новой экономики, именно нового цифрового общества. И заключается оно в том, что классические деньги, они не всегда были такими, какими мы знаем их сегодня. Когда-то рубль рубили, вы об этом помните, потом чеканили, потом появились бумажные деньги, только после этого безналичные деньги. Появление крипторубля, как полагают эксперты, поможет решить проблему нецелевого использования бюджетных денег при госзакупках. Объем нарушений в этой сфере в прошлом году составил 105 миллиардов рублей. Это в два с лишним раза больше, чем было годом ранее. Почти в три раза выросло и число самих нарушений. 2200 выявленных случаев против 823 году в 2016. Нередки случаи, когда фирма с условным названием «рога и копыта» просто растворяется в воздухе вместе с бюджетными деньгами. По словам академика РАН Сергея Глазева, средства, которые выделяются на госзакупки, можно и нужно отслеживать по цифровым меткам. Так, например, деньги, которые проходят через казначейство, необходимо метить буквой «К». Таким образом, контролирующие органы смогут наблюдать за движением средств в онлайн-режиме. Для того, чтобы деньги не воровали, нужно контролировать их целевое использование. Посмотрите, кто сегодня работает в сфере цифровых денег. Русская речь везде. Везде, где есть криптовалюты, криптобиржи, везде русские программисты. Что мы не можем, так сказать, создать цифровой рубль? Не можем вот каждый безналичный рубль, который печатает центральный банк, поставить там индекс и видеть, куда этот рубль идет? Это делается сегодня элементарно при помощи тех же технологий блокчейна, оцифровки денег. Блокчейн часто сравнивают со стандартным дневником или картотекой, в которые вносятся записи. Вся информация особым образом шифруется так, что отследить ее можно, а вот внести изменения в цепочку – нет. Так как записи хранятся не в единичном экземпляре, а на миллионах компьютеров по всему миру. Если рубль переведен, например, на строительство детского сада в селе Алексеевка Тюменской области, то он не может вдруг оказаться в Кифрском банке. Например, мы с вами решили покрасить с помощью блокчейна государственный бюджет Российской Федерации. Это цифровые деньги, где каждая трата записывается в блокчейн. То есть, если мы записали какую-то трату, то обратно уже переписать ее будет нельзя. Хотя никакой коррупции, никакого нецелевого использования средств в случае использования блокчейна будет невозможным. Это, с одной стороны, одну часть населения должно радовать, другую должно пугать. Но выгодно ли это государству? Очевидно, это выгодно. Сейчас основные мировые криптовалюты сосредоточены в руках заокеанских денежных воротил. Биткоины, эфиры и риплы лишь овеяны флером финансовой свободы, когда имитировать валюту может каждый. На самом деле, за этими проектами стоят большие кошельки, которые могут контролировать криптопотоки. Эксперты говорят, если явление нельзя победить, его необходимо постараться возглавить. А для этого нужен тотальный запрет иностранных альткоинов и создание собственного крипторубля, не подконтрольного мировым финансовым мастодонтом. Разработки в этом направлении уже ведутся. Субтитры создавал DimaTorzok